Календарь релизов Да, именно так. Календарь релизов возвращается в новой подтянутой форме и с еще более энергичным настроем. А это значит, что мы возобновляем регулярное представление и обсуждение наиболее примечательных и ожидаемых игровых релизов грядущего месяца. Говорит и показывает TopGame.ru в целом и Глеб Мещеряков в частности. Вперед! Опытные игроки, возможно, помнят времена, когда в мире виртуальных большегрузов царили отечественные дальнобойщики. Но свою лидирующую позицию они потеряли куда быстрее, чем КАМАЗ-мастер в Дакаре. В общем, теперь актуальна продукция западного производителя. SCS Software отправляют нас на просторы Америки. Конечно, Агата Кристи с The ABC Murders нельзя назвать такой уж ожидаемой игрой. Но из-за уважения к классике и творчеству компании Микроидс не могу пройти мимо. Не рекомендуется это делать и всем любителям стильных рисованных квестов. Да и когда вы вообще последний раз притрагивались к творчеству Агаты Кристи? А вот и другая классика. Петька и Василий Иванович спасают галактику, прибывает в Steam. В обновленном виде, на Юнити, да с поддержкой широкоформатных экранов. Чтобы порадовать всех тех, кто застал времена, когда словосочетание «русский квест» еще не было ругательным. Отличный повод поностальгировать в прямом эфире. Я, конечно, тотально не в теме, но все же знаю о том, что Наруто Шипуден Ultimate Ninja Storm 4 это последняя игра серии, которая подведет фанатов к завершению сюжета оригинальной манги. Событие для всех вовлеченных все целознаковое. Но возникает вопрос, как быть дальше? Во что играть потом? Совершенно непонятно. А вот и ответ. В XCOM 2, любитель вы Наруто или фанат старых русских квестов, стратегия от Firaxis Games всем подходит. Ведь тут нужно и думать, и действовать, и вообще проявлять всю многогранную сущность своей геймерской души. Так что 5 февраля провозглашается Днем Единства Игрового Сообщества в борьбе с инопланетным интервентом. На следующий день можете немного отвлечься, вдарив автопробегом по зомби. Да, именно наличием транспорта в Followin отличается от Dying Light в первую очередь. Хотя новинок на самом деле целая куча. Умения, оружие, персонажи, локации. Что позволяет сравнивать это дополнение с чуть ли не полноценным сиквелом. Не успели люди оклематься после Индии, как уже 9 февраля придется вновь возвращаться к Assassin's Creed Chronicles. Да не просто так, а в рамках самой главной ее части. Той, что посвящена русской революции. А это значит, что в игре мы вполне можем встретить Василия Ивановича. Вот как все в феврале занятно взаимосвязано. Погодите, погодите, да тут у нас вновь русский след. Олехин Сган — это по сути продолжение смерти шпионом от той же Haggard Games. Но уже про холодную войну. Просто финансировать и издавать в России наш очередной стелс-ответ Хитману никто, к сожалению, не вызвался. Будем надеяться, это не повлияло на идеологию игры. Firewatch — воистину темная лошадка. Имя компании-разработчика, Кампусанта, мало кому известно. Но ее нынешние сотрудники в свое время успели поработать над весьма качественными проектами. Выглядит сама игра красиво, аккуратно и интригующе. Но до сих пор непонятно, как она будет играться. В общем, будем пробовать. А вот с Unravel ситуация более понятная. Новая душевная разработка от Electronic Arts, конечно, не потрясет устои игрового мира. Но наверняка придется по душе любителям ламповых пазлоплатформеров. Особенно учитывая такую симпатичную графику и милого главного героя Ярки. Релиз все тогда же, жаркого 9 февраля. Остудить вас аж до мороза по коже призвана полноценная версия ужастика Layers of Fear, успевшего еще будучи в раннем доступе Steam, нахватать кучу крайне положительных отзывов. Пугающая история одного психически не совсем здорового художника наконец-то будет завершена. Артамохин уже готовит рабочее место. Со времен релиза четвертой части Street Fighter прошло уже 7 лет. Срок более чем внушительный. Так что можно понять те волнительные чувства, что испытывают сейчас поклонники этого японского файтинга с богатейшей историей. 16 февраля мы снова сможем свести в бою Рю, Чун Ли, Пайсона и всех-всех-всех. День защитника Отечества вы сможете встретить подобающим образом, ведя боевые действия. Да, разворачиваться они будут между растениями и зомби, но у них там тоже, знаете ли, страсти кипят не шуточные. Говорят, доктор Зомбос захватил пригород. И что-то мне подсказывает, что вряд ли он на этом собирается останавливаться. Ну и вот он, камень преткновения. Уже сейчас понятно, что оценивать Far Cry Primal будет предельно сложно. И проходняк от Изумительна будут разделять какие-то мелочи или субъективные суждения. Посмотрим, как оно все случится в итоге. И смогут ли традиционные вышки и аванфосты подарить нам какие-то новые эмоции. На блогах stopgame.ru уже сейчас можно отыскать расписание февральских стримов, благодаря которым вы сможете познакомиться поближе со многими участниками сегодняшнего выпуска, который, к слову, все, ушел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok